Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале ЮЭТВ. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Без обстрелов прошла ночь в зоне боевых действий на Донбассе. С начала суток российско-оккупационные войска соблюдают режим тишины. Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины. За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь, при этом тяжелое оружие не применяли. Под огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались украинские укрепления в районе Счастья, Крымского, Золотого, Песков, Марьинки, Тарамчука, Березового, Новотроицкого, Чермалыка и Лебединского. За минувшие сутки потерь в рядах защитников Украины нет. На участках, где противник применял оружие активно, наши военные с целью сохранения собственной жизни и здоровья адекватно отвечали всего. Военнослужащие объединенных сил открывали огонь пять раз. Развеять мифы кремлевских пропагандистов, которые используют для продвижения так называемого русского мира. Таковы задачи проекта «Крым и юг Украины. Простор культур», которые презентовали в Киеве организаторы. В радиоэфирах и видеороликах в игровом формате зрителям расскажут об исторических и культурных эпохах в истории южных территорий Украины. Проект создан при поддержке Украинского культурного фонда. Важно сформировать правильное понимание и отношение к этим эпохам у нашего же населения, у нашего же народа с тем, чтобы мы поставили точку на большой лжи под названием Новороссия. Потому что это большая ложь, которая была навязана российским государством, украинскому народу, частично крымским татарам в плане того, что здесь всегда была дикость, здесь не было никаких ни цивилизаций, ни культур. О мировой безопасности, стандартах и задачах НАТО делегаты из Североатлантического альянса читали лекции для курсантов Военного института Киевского университета имени Шевченко. Партнеры из НАТО рассказали будущим украинским военным о внедрении стандартов НАТО в образовательный процесс и взаимное сотрудничество. После Киева делегация альянса с лекциями посетит военные вузы в Харькове и Одессе. Наша программа на этой неделе состоит из выступлений участников нашей делегации перед представителями трех военных институтов. И у нас будет три основные темы, о которых мы будем говорить. Например, сегодня поговорим о НАТО после саммита в Брюсселе, отношениях НАТО со странами-партнерами и партнерстве с вооруженными силами Украины в вопросе безопасности. Я ожидаю получить для себя какой-то опыт, узнать больше о тех программах, которые планируют на будущее, про участие нашего института, потому что это сотрудничество очень важно для нас. Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи нашли. Об этом заявил турецкий политик Догу Перинчик, сообщает издание Хеберлер. По его словам, турецкие спецслужбы обнаружили фрагменты тела журналиста в колодце на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Президент Турции Раджеб Эрдоган опроверг эту информацию. Во время выступления в парламенте он заявил, что тело Хашкаджи до сих пор не найдено. Однако все улики указывают на то, что убийство журналиста было умышленным и заранее спланированным, а реализовала его группа из 15 человек. Накануне убийства в нашу страну приехали 15 сотрудников Саудовской службы безопасности, разведки и судебной экспертизы. Было установлено, что шестеро из этих людей покинули Турцию на частных самолетах 2 октября вечером. Еще семеро улетели позже того же дня. Особо в одежде очка Хашкаджи и еще один человек, который ее сопровождал, улетели в Эр-Риад после полуночи. 2 октября саудовский журналист Джамаль Хашкаджи отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, но из Дания так и не вышел. Спустя 18 дней после его исчезновения Саудовская Аравия сообщила, что журналист был убит якобы во время драки. Под следствием находятся 18 сотрудников консульства. Возрождение Чернобыля. Первые частные инвестиции пришли в зону отчуждения за более чем 30 лет. На них построили солнечную электростанцию. О перспективах экономического развития Чернобыльской зоны расскажет корреспондент ЮТВ Артем Хоменко. Заброшенные дома и заросшие улицы. Так выглядит Чернобыль через 32 года после трагедии. Здесь почти никто не живет, кроме зверей и птиц. Сегодня Чернобыльскую станцию обслуживают более 3000 людей, но энергии она не производит. Новую солнечную всего один. Александр помогал в установке станции и остался здесь работать. Все остальные, весь город занимается ликвидацией после оси аварии, а один я вовсе на весь город занимаюсь генерацией электроэнергии. Мне это приятно, мне это интересно. Его рабочий день привязан к солнцу. В среднем с 10 утра до 5 вечера. Станция полностью автономна. Александр просто контролирует ее работу и, если нужно, ремонтирует. В 70-х он работал на Чернобыльской атомной станции специалистом по контрольно-измерительным приборам. Но еще до аварии переехал в Киев и увлекся зеленой энергетикой. Угольная или газовая электростанция, может быть, она и дешевле, эта электростанция, но никто же не может посчитать, сколько газовая электростанция серной кислоты в атмосферу выбросит, а угольная сколько радиоактивных отходов в отвалы выбросит. Никто же не задумывается об этом. То есть цена в данном случае относительная. Солнечную станцию возвели в 100 метрах от саркофага. Радиации Александр не боится, знает, куда лучше не ходить. Вспоминает, до аварии на этом месте был пустырь, а сегодня почти 4000 солнечных панелей. То есть если эта станция выработает 1 мегаватт в час, разделите, то это около, если не ошибаюсь, 1000 квартал. От одной этой станции? И она считается маленькой? Да. Это очень небольшая станция. В планах инвесторов увеличить ее мощность, рассказывает директор компании Евгений Варягин. Мы хотим перетидеться в что-то полезное для людей, а не просто черный дуру, в который выливаются громадные донорские бюджеты. Мы хотим увеличить мощность наших проектов до 100 мегаватт. То, что за зеленой энергией будущее, уверен и Александр. Когда человек научится серьезно относиться к этому, тогда придет время ядерной энергетики. А пока не научился, вот лучше пусть этим не занимается. Артем Хоменко, Игорь Каркадым и Сергей Ильинский, UATV. Третье золото на играх, не покоренных в Сиднее, завоевал для украинской сборной Александр Гавриленко. Он был сильнейшим в соревнованиях по пауэрлифтингу в среднем весе. В каждой из трех попыток он установил рекорды в своей группе – 165, 172 и финальные 177 килограммов. Я готовился к большему весу, но и этого оказалось достаточно для победы. Я лично знаю, что победа – это не самое важное, но для меня это очень приятно и очень приятно принести Украине золотую медаль. Главное – не сдаваться в жизни. То, что у нас не убивает, делает нас сильнее. Накануне две золотые награды завоевали для украинской сборной грибцы на тренажерах Сергей Ильинский и Александр Белобоков. На счету украинцев также еще одна бронза. В первый день соревнований третьим в велогонках финишировал Денис Фищук. «Инвиктус Геймс» стартовали 20 октября в австралийском Сидне. Это международные соревнования для военных, получивших ранения в боях. В этом году в них участвуют 18 стран. Украину представляют 15 ветеранов. А с победителями и призерами третьих юношеских летних Олимпийских игр встретился президент Украины Петр Порошенко. Накануне юношеская сборная вернулась из Бунас-Ареса. На соревнованиях украинцы завоевали 23 медали. Из них 7 золотых и по 8 серебряных и бронзовых в 13 видах спорта. Президент вручил спортсменам ценные подарки и пообещал, что государство увеличит финансирование на подготовку олимпийцев. Это достижение страны и это большой повод для радости не только президента, который держал кулаки, но и всей армии украинских болельщиков, потому что на вас смотрела вся страна, на вас смотрел весь мир. И я очень радуюсь тому, что у вас это получилось. Большое спасибо вам. Спасибо за то, что вы прославили Украину. Больше актуальной информации об Украине и мире вы всегда найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей уже буквально через пару часов. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok